Приветствую всех любителей рыбалки, с вами Владимир, вы на канале LifeFishing. Решил на своем канале открыть новую рубрику, в которой буду показывать интересные, на мой взгляд, рыболовные товары. В данном видео вы увидите распаковку и обзор на товары, заказанные мной с сайта Алиэкспресс. Товары эти рыболовные будут относиться к фидерной, поплывочной, а также к карповой рыбалке. Два пакета, в которых при отправке китайцы объединили 9 товаров. Здесь 2 и здесь 7. Приступим к распаковке. Начнем с маленького пакета. Так, я уже понял, что здесь. Вот такие, друзья, светлячки, которые будут крепиться на кончике фидерных удилищ. С зарядкой и должны батарейки уже внутри быть. Сейчас мы все это посмотрим. Такая зарядка. Можно заряжать на рыбалке от USB. Так, ну и вот, да, батареечки. Я так понимаю, батарейку надо перевернуть. Ну да. Так, как же они крепятся, сейчас посмотрю. А, ну вот, просто открываются. Вот такие резиновые уплотнители. Паралон, чтобы помягче, чтобы не повредить кончик. Вот так вот защелкиваются. Конечно же, надо будет провести позже тесты, насколько хватает батарейки одной. Проверим второй. Второй также работает. Такие два светлячка. Светится зеленым цветом. Отлично. Ну и плюс зарядка. Цену сейчас вы видите на экране. Так, ну что, протестировал я вот эти светлячки. На десяти часах таймер я остановил. Дальше смысла тестировать не вижу. На ночь спокойно хватит. Далее хочу сказать про вот эту зарядку, которая шла в комплекте. Зарядка очень медленная. Короче, не с нуля. До нуля я разряжать их не стал. Зарядки этой понадобилось, чтобы зарядить полностью эти аккумуляторы. Порядка суток, наверное. Это примерно так, как я ушел на работу. Точный момент, когда полностью зарядились аккумуляторы, я не заснял. Ну, предположим, от пятнадцати до двадцати часов где-то примерно. И вот такой вариант еще в красном цвете. Знакомый увидел, что я вот такие заказал. И попросил ему тоже заказать. Вот так он в красном цвете еще есть вариант. Сегодня только с почты забрал. Светлячки откладываем. Переходим ко второй. Переходим ко второму пакету, который был в этой же посылке. Так, друзья, это вот такие поплавочки, которые также светятся. В комплекте также идут, это, наверное, подарок, крючки. Вот такие. Коннекторы. Я вижу там вертлюжок. Крепление для поплавка. Так, ну и тут, скорее всего, батарейки, наверное. Такой футляр. Ну, да. И три батареечки запечатанные. Ну что, проверим поплавки. По ссылке будет множество разновидностей по длине. По весу поплавков я выбрал вот такие небольшие поплавочки. Сейчас поставим аккумулятор и посмотрим. Вот так выглядит поплавочек с батарейкой уже сключенной. Поплавок, я так понимаю, светится постоянно. Нету такой функции, как в некоторых поплавках, в которой поплавок загорается во время поклевки. Сейчас попробую выключить свет, чтобы показать. Вот, без подсветочки вот так. Но ночью будет отлично видно. Сама антенка гибкая. Ломаться не должно. Так, на поплавки откладываем в стороночку и переходим к большому пакету. Также буду доставать по одному пакетику и распаковывать. Так, что у нас тут? Это, друзья, отбойники такие, которые одеваются на вертляжок. Отлично подойдут для фидерных монтажей. Так они выглядят. Количество, цену. Сейчас вы видите на экране. Ну и вставлю фотографию готового монтажа с таким коннектором. Настаем в следующий пакет. Вот такие. Вот такие силиконовые, как они, хвостики, трубочки, которые используются для карповой рыбалки. Как я не ошибаюсь, количество 50 штук. Цены сейчас вы видите на экране. Цены все эти на момент покупки. Актуальные цены. То есть, кому интересно, переходите, смотрите по ссылкам. Следующий пакетик небольшой. Так, друзья. Мои-то вертлюжки. Как раз-таки брал под те отбойники. То есть, если не ошибаюсь, количество 50 штук. Там можно выбрать различные размеры. Так вот будет выглядеть монтаж. Переходим дальше. Пакетик чуть побольше, но... Товар на ощупь тоже небольшого размера. Так, что же у нас? Маленький пакетик. Ага. Два пакетика. Это также, друзья, для карповой рыбалки. Такие небольшие стопорки. Сейчас я достану. Покажу. Часто использую такой монтаж карповой рыбалки. Приходится резать пополам стопорки. А это уже готовые. Так, вот они выглядят два стопорочек. Одевается на крючки. Так, следующий тоже небольшой пакетик. Так, ну а тут, друзья, сами стопорки. Про такие я говорю. Стопорки обычно. Вот эта замена этих стопорков будет. Я их обычно пополам режу. С двух сторон. Купо тоже готовое. Так, друзья, возьму посылочку побольше. Так. Не будем вам, не буду вам показывать личные данные. Расспокою. Так, друзья, это очки. Очки вот такие. В этом футляре уже заказывал я в девятнадцатом году. Такие очки. Именно такие же. Решил заказать и сейчас. Эти очки у меня сломались. Очки поляризационные. Вот так они выглядят. Сейчас ставлю фотографии, как я в них выгляну. Проведем тест. Требку видно, да? В комплекте футляр. Тряпочка для протирки. Вот такой шнурочек. Чтоб не потерять очки. Так, переходим далее. Далее, друзья, осталось всего лишь одна посылка. Вот такая коробочка. Так. Я уже понял, что в этой коробке. Это вот такой поплавочек, друзья. Заказывал я его для обзора. Думаю, снять на него отдельный ролик. Это поплавок с самоподсечкой. Очень интересно, будет ли он вообще работать. Вот показано, что заменить можно на светлячок. Сейчас распакую, покажу вам. Так, что там еще что-то лежит? Ага. Это в подарок. Такие стопорки положили китайцы. Такой поплавочек. Пластиковый. Примерно 15 сантиметров длиной. Думаю, сниму на него отдельный ролик. Уже на водоеме посмотрим. Тестируем, будет ли он вообще работать. Ну, смысл какой? Леска основная проходит через эти два колечка на леске стопорки, которые заводятся вот сюда. Вот за эту прористь. При поклевке рыбы выдергивают стопорки. Ну и пружина срабатывает. И должна произойти самоподсечка. Не знаю, друзья, будет ли это работать. Скорее всего, на мелкой рыбе это точно работать не будет. Крупный карась. Карп. Не знаю, посмотрим. Как вы думаете, пишите в комментариях. Ну, а на этом все. Вот такая распаковка сегодня. Как вы относитесь к такой рубрике? Продолжать ли у меня на канале эту рубрику? Пишите в комментариях. Ставьте лайк. Все нужные ссылки я оставлю в описании. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok